19-й год, по мнению моих сотрудников, были отмечены улица Симашко, ее строительство, завершение, мусорная реформа, приход Ригопера, спортивные соревнования разнообразного уровня, это и Атомиада, которая понравилась всем, кто приехал, и теперь, похоже, Саров будет столицей Атомиады. Это история про, как сокращается очередь для очередников и какие мы программы поддерживаем, это все, что касается ситуации с туристическим паломническим кластером, это знаковые мероприятия типа выездного заседания, ну это не выездное заседание комитета, а это часть комитета у нас присутствовала, это порядка 15 сенаторов Совета Федерации. Потом по объектам благоустройства, значимым нашим с вами, это парк и лыжная база, это решение о создании в Сарове нового объекта, нового учреждения, Центра культурного развития, это понятно, все, что касается подготовки к 75-летию Победы, это наши объекты образования, такие как 10-я школа, 11-я школа, детский сад, 44-й, и вообще все, что касается образования. Ну вот, гранты на поддержку некоммерческих объединений, визит патриарха и освящение Успенского собора. Ну, здесь мои сотрудники предложили обсудить мое переназначение в Совете по местному самоуправлению при президенте. Ну, если интересно, могу, да, что-то сказать. Открытие межшкольного стадиона и что-то еще очень хорошего. Ну, вот такая тема, которую пока я обсуждал в течение дня, меня, в принципе, поддержали. Тема называется «Культурный код города Сарова». Что это такое? И он сформирован, он определен? Или это тема, которую можно покачать и на которую, вообще говоря, на которую надо вместе подумать, потому что мы живем с вами в особом городе. Сегодня и вчера у нас были гости из госкорпорации «Русатом», из администрации президента. Вот они показывали мы наши знаковые места и, в общем, и было восхищение, и говорили о том, что, с их точки зрения, является для нас с вами важным и для страны важным. Поэтому хотелось бы вместе с вами эту тему пообсуждать. Вот как-то так. Друзья, а кто-нибудь вообще знает, что такое «Культурный код»? Вот для меня до недавних пор это было абсолютно новое. Я думаю так, я могу объяснить только своими словами, потому что я его, как бы сказать, понимаю, воспринимаю интуитивно. Ну, например, когда я попадаю в Питер, даже если меня привести с закрытыми глазами, с мешком на голове и поставить на какую-нибудь улицу и снять мешок, я скажу, это Питер. Так что это четко, совершенно читаемый культурный код города. Он во всем. Он в зданиях, в архитектуре, он в названиях улиц, он в фонарных столбах, в решетках, он во всем зашит. И ты понимаешь, что ты попал в культурную столицу России. Поэтому вот про Саров, ну еще раз, можно подискутировать, можно подходить с точки зрения архитекторов, можно подходить с точки зрения культурологов, историков. Но тема культурного кода, тема соединения великих имен, великих предшественников и русской православной церкви, и ученых великих, и инженеров великих, и руководителей, менеджеров великих, все это вместе дает уникальный сплав, который, вообще-то говоря, сегодня не очень сильно запечатлен в нашем пространстве. Ну даже в названиях улиц. У нас есть названия улиц, которые мы сегодня не можем объяснить, кто это, да, или как связано с Саровом. Кто-то же памятник атомщикам нет. Ну, про него сейчас речь идет, это как раз элементы культурного кода, абсолютно правильно. Поэтому я просил бы вот здесь, наверное, чуть погрузиться, каждый из вас может почитать там Википедии, какие-то другие ресурсы. Но в целом обсуждение культурного кода, из чего он состоит, как его формировать, и даже, ну вот я так подумал, что на ряде остановок, которые два ЯК сформировали, там у нас есть наши вот эти вот наименования старые, доставшиеся нам, там, либо дом со шпилем, да, либо маслиха. По-моему, нет Старофинского и Новофинского. Нет, там в Саровянном и вообще-то, да. Вот, Старофинский и Новофинский. Ведь это тоже был прямо кусок жизни нашего города, когда я маленький был, ну, во-первых, у меня всегда дом со шпилем, когда я был маленький, как Юрий Гагарин, с маленькой буквы в одно слово. И то же самое Старофинский и Новофинский я произносил, но я никогда не задумывался, а почему, с какой стати. Поселок. Ну, это Яровский потом расшифровали, но вот почему в городе Сарове, в середине России, находится вдруг Старофинский и Новофинский, и почему один Старофинский, а другой Новофинский, да, вот. Ну, эти штуки, значит, они на самом деле для нас с вами важны, потому что есть разные истории Сарова, и их мы должны, конечно, ну, зашить в культурный код, и мы не можем этого с вами потерять. Ну, это мы как бы погрузили сразу вот в культурный код, мы можем потом отдельно, наверное, еще более детальную дискуссию с приглашением специалистов провести. Коллеги, Алексей Викторович уже обозначил это, то есть вот какие-то темы, безусловно, готовясь к пресс-конференции, мы как бы перелопатили год, посмотрели по месяцам и так далее. Алексей Викторович вам это уже назвал, обозначил, но вы, как никто другой, где-то даже, может быть, глубже знаете все эти вопросы, вы о них писали, снимали, рассказывали и так далее, и так далее. Поэтому задумка нашего сегодняшнего мероприятия была следующая. Давайте встречаемся, общаемся, разговариваем как друзья, коллеги по работе, и если есть какие-то вопросы, которые вам нужно задать, может быть, позже, вот, лично Алексею Викторовичу. Поэтому можно там менять в виде сторонку и мне зададите вопрос, который вас беспокоит, который вы не хотите, чтобы кто-то слышал. В этом смысле вот сейчас, в течение часа, мы с вами можем пробежаться по самым разным направлениям, самым разным историям. Если я на что-то не смогу ответить, я возьму вопрос про работку. В данном случае это не шоу, это не, как это сказать, это разговор. Да, неформальное мероприятие. Это разговор. Так что, попрошу, не забывайте есть, пожалуйста, и пить чай. Кому нужен кофе, может пить кофе. Как-то все странно заморчают. Да, как-то неожиданно, неожиданно, я так понимаю, для большинства. Вы упомянули отмяну о том, что она проводилась. Тогда очень много людей приехало в наш город и столкнулись с тем, что место не хвастается. Будет ли как-то развитие вот этого именно гостиничного бизнеса в Сарове? Как администрация готова в этом плане помочь? Ну, вы знаете, что мы сами гостиницы не строим. У нас, как у администрации, есть одно общежитие гостиничного типа на Менделеево, где мы можем предоставить, по-моему, 15 одной-двухкомнатных квартир для коротковременного расселения. В целом, городу гостиницы нужны, и вот из тех планов администрация выделяет земельные участки или участвует в процессе выделения земельных участков вместе с областью. Администрация оформляет разрешительные документы на строительство, принимает в эксплуатацию, занимается решениями формирования необходимой транспортной инфраструктуры и все, что касается подключений, там, Сло, Светлова и все остальное. Сейчас у нас с вами должна скоро быть запущена гостиница вот здесь, на Гагарина, и довольно скоро должна быть запущена гостиница возле Апельсина. Это вот объекты, которые однозначно должны быть. Я знаю, что у Саровинвеста были планы строительства гостиницы в пойме, но вот как там сейчас это развивается, пока это идет, по-видимому, на уровне все-таки обсуждения с монастырем, потому что там точка такая рядовая, и она точно не должна быть в диссонансе с архитектурным комплексом монастыря. То есть это вещи, которые нужно на раннем этапе согласовать, обговорить и проговорить. Но в целом, конечно, Сарова для того, чтобы быть способным принимать гостей, нужны нормальные гостиничные условия. А монастырь ведь тоже планируется что-то строить, да? Да, сейчас у монастыря предполагается под размещение гостей то здание, которое раньше было использовалось в качестве бюро пропусков на первом этаже, и второй этаж – это там, где был офис, не в конверсии. Там, я так понимаю, не так много будет помещений, может быть, номеров 20-30, но тем не менее они будут, это будет дополнением к нашим возможностям. Совсем недавно обсуждали зарядный лук, разные проекты. Ваше мнение к этому вопросу? Ну, мое мнение, я беседовал с отцом Никоном, регуменом в нашем монастыря, к чьему мнению, безусловно, очень важно при учете, вот это же на границе находится, да? Второе – статус этой территории особо охраняемая. Третье мнение ведущих ученых, вот Ради Ивана Челькаев меня приглашал к себе и говорил, что вообще мы обязаны, он говорил, так вот, и как человек уже умудренный опытом и проживший долго, мы обязаны сделать так, чтобы вся эта зона была для людей, чтобы эти были очень востребованные качественные общественные территории. Я рассматриваю, на самом деле, в целом территорию от Кремешков, где мы сейчас лыжную базу реконструируем, и до Стрелки как минимум, а может быть дальше и до Плотины, на этом нашем пруду городском, как единую территорию, в которой сформированы разные зоны для разных, где-то для мам с малыми детьми, где-то для спортсменов, где-то для тех, у кого адреналинтов в крови, это самое, булькает. То есть это все должно быть так, чтобы можно было из зоны в зону легко попадать, чтобы это было удобно. И вот если поглядеть на карту города, мы живем в новом районе, мы живем в старом районе, а это все, вот река, и все это, оно вот. То есть это однозначно территория, которая должна быть для людей, и наши усилия по формированию набережной в парке, я думаю, что они в вами будут потом оценены. Надеюсь, что там молодожены будут ездить, фотографироваться, потому что место получилось хорошее, реально хорошее. Там можно и невесту по лестнице носить, и фотографироваться на фоне реки. Если еще реку мы почистим, и там будут, могут, смогут лодочки ходить, и там вейкбординг, то вообще зона такая будет красивая. Кто хочет, может, жениха носить по лестнице. А насчет чистки реки, какие-то подвижки есть? У меня встали эти вопросы? Да, чистка реки, это такая тема очень важная. Ну, первое, включена эта деятельность сегодня в работы по Саровскому туристическопаломническому кластеру. Идет проектирование. Буквально недавно мы договорились о том, чтобы на полигоне ТКО в Сарове можно было разместить грунт, который вынут с дна реки, порядка 30 тысяч кубометров. Это отходы четвертого класса опасности, то есть не опасные. Их там можно будет соскладировать, потому что в противном случае экономика проекта просто не работает. Но сейчас там один из вопросов, который нужно решать, это с теми, кто занимается у нас рыбоохраной. То есть это, забыл, как называется это министерство. Но вот у них какие-то там есть возражения, соображения. Сегодня в целом, вот я, когда столкнулся с огромным количеством процедурных вопросов и согласовательных вопросов, я вижу, что это главный тормоз развития. И мы тонем просто в этих бесконечных переделках и проверках, перепроверках. Сначала, прежде чем зайти на проект, а потом, чтобы его сдать, подчитаться по нему. То есть колоссальные усилия на это уходят. Но по расчистке реки, тем не менее, ситуация движется вперед. И я параллельно продолжаю по линии Совета по местному самоуправлению все-таки добиваться того, чтобы у органов местного самоуправления была возможность чистить водоемы, находящиеся в границах муниципалитетов. Сегодня Минприроды стоит прям вот насмерть. Нельзя. А чем они аргументируют? Не знаю. Опять же, чиновники, люди, зажатые между молотом и наковальней, может быть и хорошее дело, а там возникают сразу вопросы. Это чье? Это государственное. То есть государственное имущество. Например, 30 тысяч кубометров грунта. То есть чиновник федеральный должен подарить 30 тысяч кубометров грунта муниципалитету. Этот грунт сколько-то стоит. Ну, предположим, 2000 рублей за куб. 30 умножим на 2000, получаем страшную сумму денег, и за это можно попасть серьезно долго в места, так сказать, не столь отдаленные. То есть это вот даже такие бывают вещи, которые ты думаешь, а как это вообще может быть? Это же просто мусор с одной реки, ну, который нанесло, и вот надо вычищать. Оказывается, нет. Это добыча там полезных ископаемых, или что-то такого. Ну, мы можем чистить берега. Вот у нас, как у муниципалитета, есть возможность чистить береговую линию, особенно те, которые, места, которые обозначены как у нас, как места общего отдыха. Но вот буквально в реку там с водолазами зайти, к сожалению, сегодня непозволительно. А не дай бог, вот, а клад найдете, то вообще сразу надо идти сдаваться. Я застреляешься с этим кладом, да. Поэтому лучше его не трогать. Пусть лежит там где-то. Алексей Викторович, про любительский спорт. Да. То, что интересует. Интересует, знаете, что мы, в общем-то, достаточно доступно все коллеги рассказали, почему мы не можем, можно поддерживать, да? Сейчас настоящий вопрос возникает такой. Почему раньше можно было, сейчас нельзя. Это изменилось отношение к Сорлову. То есть, ну, мы понимаем, денег меньше не стало, да? Ну, их стало немножко меньше. Если вам объясню, да. По поводу денег. А у нас, если углубляться, есть несколько источников. Есть деньги, собственные доходы, есть деньги, которые мы получаем из федерального бюджета, так называемая дотация на наш закрытый режим. Остальные деньги, они, как правило, покрашенные. Это целевые субсидии, которые, ну, например, на общее образование. Это госполномочия, и нам государство дает по нормативам деньги, чтобы мы учили детей в школах. Эти деньги ни на что другое пустить нельзя. То есть, эти вот там полтора миллиарда, два миллиарда, они только на детей. То есть, мы можем либо собственные доходы, либо те деньги, которые поступают из федерации, федерации, как дотация. Есть наша Библия, этот 131 закон, который говорит, что является нашими полномочиями. Раз, два, три, четыре, пять. И там есть определенные возможности, что мы имеем право расходовать деньги на поддержку спорта, такую любительскую, для здорового образа жизни и всего прочего. Но при этом включаются ограничения со стороны Министерства финансов. Они говорят, мы вам даем дотацию на особый режим безопасного функционирования при условии, ну, мы вам как бы доплачиваем, что у вас есть такие ограничения, но при этом, при условии, что вы тратите деньги своего бюджета только на местные полномочия, на то, что вам предписано. Не на то, что вы имеете право, а на что предписано. Если мы у вас находим что-то, что вы делаете неправильно, мы у вас эти деньги в следующем году изымаем, но в зависимости от объема нарушений штрафуем вас либо на 1%, либо на данные субсидии. А если субсидии 350 миллионов, ну, 3,5 миллиона вы не доположите. Либо на 2, либо на 3%. То есть мы вот, вроде как право-то мы имеем, но это не является нашими законными полномочиями, и за этим Минфин следит строго. Начал следить строго с 1 января 2019 года. До этого они выполняли у нас проверку по 2018 году, выдали нам предупреждение, что если вы допустите такие вот вольности, то мы вас будем наказывать финансово. Ну и поскольку это соглашение, которое заключается, в том числе подписывается губернатором Нижегородской области, если мы нарушаем, мы тем самым делаем нарушителем и губернатора, и это неправильно. Поэтому изменилось, изменились требования, изменились жесткость подхода к расходованию средств. И сегодня реально мы можем идти по поддержке НКО, но тогда мы должны правильным образом формировать вот эти конкурсы, писать цели. Это возможно, это, я думаю, во многих случаях для федерации или для клубов оно будет работать там, где непрофессиональная игра. Ну, хоккейный клуб «Саров» таким способом уже не отфинансируешь. Это там другие затраты совсем. А размеры гранты тоже как-то? Ну, это мы с вами в рамках утверждения бюджета. У нас же как, если ничего страшного не случилось, ну, деньги вроде как есть. Но возникают всегда задачи, ну, например, нужно построить два детских сада в новом микрорайоне. Нам говорит область, мы вам можем выделить деньги при условии софинансирования с вашей стороны 25%. Если сад стоит 200 миллионов, то давайте 50 миллионов резервируйте, и мы вам даем садик. И мы на весы, соответственно, кладем садики или спорт. Что нам важнее? То есть в этом смысле нет свободы выбора. Приходится часто делать ровно то, что надо. Или как сейчас с дорогой по улице Академика Негина. Мы строим школу, мы получили на нее деньги, там эти 600 миллионов. Если мы не построим, значит, дорогу Академика Негина, мы не сможем школу сдать и получить лицензию образовательную. То есть мы получаемся заложниками ситуации. Так что здесь хочется сделать все, но возможности они ровно такие. Да, конечно, Катя. Сегодня у нас только лет пришла информация, что конкурс на уборку дорог будет заключен с фирмой Магистраль. Почему ДЭП не участвовал? Как это отразится на финансовом благополучии в муниципальных предприятиях? И вопрос про 10-ю школу. Что там сейчас, какие работы, что сейчас осталось сделать, подаем все-таки сдал. Значит, сразу по магистрали по ДЭПу. Ситуация какая? Мы, с одной стороны, видим, в каком состоянии находится сегодня ДЭП, до чего его довел бывший руководитель. Мы посмотрели все контракты, все долги предприятия, ну и ситуация ужасающая, так я могу сказать. То есть это... Я когда принимал решение, я об увольнении, я всей глубины ямы и пропасти еще не видел. Я просто исходил из того, что руководитель подводил меня под неисполнение нацпроектов и подводил губернатора, чего допускать нельзя. А сейчас я вижу, что просто реально за прошедшие там два года контору, если так говорить, просто убили. И была, вообще говоря, угроза, что в какой-то момент либо не заплатят налоги ДЭП, либо не выплатят зарплату. И то, и другое будет означать наложение арестов на счета, банкротство предприятия и неисполнение контрактов по уборке города, что в зимний период допустить абсолютно невозможно. То есть мы, делая вот этот шаг, заходя с плохим исполнителем на исполнение работ, мы сразу понимаем, какой ответ мы получим на следующем шаге, однозначный. Поэтому, естественно, начали думать, что можно здесь, как можно обеспечить выполнение, безусловное, выполнение задачи по содержанию и уборке города и, соответственно, вести переговоры с возможными исполнителями. Так что это абсолютно вынужденный шаг, абсолютно вынужденный. Но в данном случае мы исходили из того, что фирма «Магистраль» показала себя в городе на объектах на мосту, на улице Семашка. У них крупные объекты были, это Крымский мост, у них крупные объекты это центральное московское кольцо. Это вот... И с этой точки зрения есть уверенность, что у нас не будет никаких сбоев нигде по части уборки и содержания города. А за это время мы должны ситуацию в ДЭПе выправить, потому что, конечно, когда директор перестает выполнять свою основную задачу, ну, это плохо. Исправление ситуации всегда дорого стоит. Так и второй был по 10-й школе. Здесь нам достался не самый лучший подрядчик. Конечно, мы хотели видеть более качественного. Подрядчик, который... Ну, оказалось, у него были такие тоже задержки с выполнением работ по ремонту в помещении для Сбербанка. Но поскольку на первый раз на этот конкурс никто не заявился, а второй раз заявился только он, то, грубо говоря, у нас выборы были какие. Еще раз играть конкурс и отодвигать всю эту историю дальше по времени. Поэтому решение было вынужденное. Он нам там говорил про сложности, которые у него возникали. Часть вещей объективная. То есть ему досталось здание, которое стояло три года, было разморожено. Оно ему досталось в худшем состоянии, чем когда мы только закрыли его, когда оно было теплое. То есть ему пришлось многие вещи делать. Но и часть вещей скрылась, когда начали там раскапывать вокруг здания. Но это никого не извиняет. Все равно есть контракт, есть, как говорится, обязательства. Надо над ними работать. Сейчас прогресс там хороший. Лифт уже один из последних таких объектов приехал. Должны начать установку кухонного оборудования. И подрядчик клянется и божится, что он до Нового года все сделает. У меня сомнений, конечно, есть. До Нового года? Он клянется и божится, прямо вот я сделаю. 154-й раз проблема какая? И у него очень серьезные финансовые санкции идут за это. То есть он не то, что заработает. Он проиграет много. То есть ему придется сейчас и усилий делать. Но я ему не верю. Я хочу посмотреть, что у нас будет на следующей неделе. В этом смысле уже кредит доверия полностью исчерпан. Мне только хочется получить здание в нормальном состоянии. В целом, я бы сказал так, поскольку я там учился в этой школе два года, здание сегодня выглядит лучше, чем когда мы туда таскали мебель в 1974-м году. Точно лучше. Вот в советское время уже в конце Советского Союза строили отвратительно. То есть и боровство было, и экономия на материалах. Я помню щели вот такие огромные в окнах там. То есть это было на самом деле стены только что построены, начинали сразу расходиться, двери перекашивало. То есть сегодня там совсем по-другому, качество совсем другое. Но по срокам нас вот на полгода фактически сегодня выбили из колеи. Ну а если он так делает некачественные уже себе выбытки, есть какая-то гарантия безопасности? Он делает качественно. Он делает не в срок. Он делает качество, нет, качество, вот я, еще раз, у меня сегодня претензии, я проходил по всем помещениям, там, все там, и туалеты, и коридоры, там, и классные комнаты. У меня качества придирок нет. То есть в этом плане, вот я вижу, что туда не стыдно зайти, что это действительно обновленная школа, существенно обновленная, и точно там учиться будет лучше. А так, я сказал своим и заместителям в начале КУКС, чтобы наказывали, наказывали рублем, а что делать? Игорь Васильевич, а когда с магистрали вели переговоры, есть понимание, будет субпотрядчик местный, или они сами людей на ему технику привезут, и еще они же, помни же городцы, это ребята сами, а у них здесь будет какое-то городское представительство, или нам, по всем вопросам придется либо в ДГХ к ним обращаться, или куда-нибудь там в нижние письма им писать? Ну, здесь, как, здесь же с магистраль, то есть мы исходили из того, что наше предприятие ДЭП должно функционировать, все люди должны быть обеспечены работой, все, кто могут работать и хотят работать, все должны работать, это наши были, значит, условия. Должна использоваться техника, которая работает, но у ДЭПа, к сожалению, сегодня не вся техника в нормальном состоянии, то есть по технике нужно усиливаться. И мы договорились о том, что будем взаимодействовать на плотном контакте, и, соответственно, ДЭП, как предприятие будут задействованы в работах по уборке города однозначно. Можно еще вопрос тоже насчет ДЭПа, там находится приемник для безнадзорных животных, как-то вот эта вот ситуация... Не ухудшится. Мы на самом деле с вами, ну, у нас есть довольно много, или как, у нас есть определенные участки, которые находятся в не самом лучшем состоянии, вот в частности приемник по безнадзорным животным. Причина на то несколько, но одна из причин это то, что это сегодня госполномочия, переданные нам, и условия нам говорят, 10 дней вы можете собаку там или кошку держать, а потом что с ними происходит, нас не интересует. А если никто не забрал, куда ее девать тогда, что с ней делать? Деньги, которые выделяются, вот эта субсидия, она посчитана исходя из, не помню, сколько денег, типа 463 рубля на голову этого бедного животного. На все 10 дней. Ну, типа того. И что дальше происходит? Конечно, мы не можем этого допустить. Мы должны ситуацию с животными, они сейчас называются не безнадзорные, а безхозяйные, что ли, или как-то вот. То есть, у них поменялось термин. Надо... Суть та же, да? Суть та же абсолютно, но еще раз, это госполномочия, переданные, и мы в рамках наших местных полномочий деньги тратить на них не можем. А видеть эти блуждающие стаи собак или кошек, это неправильно. То есть, на самом деле, мы должны как-то в Сарове придумать, как вместе с волонтерами, со всеми, кто этой темой обеспокоен, придумать, как все правильно реализовать. Слушайте, а вот сейчас акция проходит. Кто-нибудь взял бездомное животное? Просто как бы, я вижу, там Михаил фотографирует. Да, брал. Ты взял? Конечно. Кого? Котика? Котика, конечно. Как славно. А почему, конечно? А кого еще? Собачку. Вот котик. Варианты кто-нибудь. Ну, спорный вопрос. У нас, Галина Борисовна, собачка, и я уже десять раз прокляла, что мы ее все... А какой возраст? Ну, ей года еще нет, то есть мы щенком взяли, и это и погрызенные провода, и обувь, и кровать. И вы дисциплинированнее, что вы тут обувь разбрасываете? Ну, в три года уже не будет ничего грызть, надо быть, это еще два года. А вот вы пример всем подали. И мы взяли за акции, еще вторую себе. Катя, вы тоже подали. Еще и второй берете? Ту, с которой ты фотографировалась? Ну, не сейчас, она сначала была нахлада, а потом была. Здорово. Эффекты есть, значит, как-то. Велант один в пешковой, строительство. Строительство. Велант один в пешковой, а дети смогут не вернуть. А, вот что. Так, сейчас я посмотрю. Чуть не спутали, Наталью? Крыша. Там, да, там крышу мы меняем. Вроде работы небольшие, да, учащиеся, учащиеся 11-й школы, начнут обучение в третьей четверти в родных стенах. Мы готовились. А по 10-й, когда очередная, вот, дата, скажем так, сдачи? Ну, в любом случае, если он, аж не успевает доделать то, что он сделал, то, что должен был сделать к 31-му декабря, и мы не можем детей туда запустить с началом второй, третьей четверти, то я говорил с директором, она сказала, что все равно нужно переводить. Ну, в том смысле, как только школа будет готова, как только будет готова, нужно переводить. Должны привыкнуть педагоги, должны привыкнуть дети к школе, и, если это произойдет, ну, например, там, 15-го января, там, или, 31-го января, то надо фактически под выходные подгадывать, чтобы можно было все перевести. Мебель уже расставляют, заносят в классы, то есть учителя уже пытаются обживать те классы, которые готовы. Есть какие-то карантинные обязательства подрядчиков? Конечно, конечно. У нас по всем работам 5 лет гарантийных обязательств, если вдруг фирма не исчезла. У нас плохая ситуация, у нас плохая ситуация с садом 8-м, генподрядчик разорился сразу, как только сдал школу, не выплатил деньги в ДЭПО, в садик, да, собственно, сегодня в рамках претензионной работы мы не можем этой компании предъявить требования по гарантийному ремонту, не пока хватит, а стоимость вот тех переделок, которые там потребуются, она порядка 20 миллионов. Это вот о том, как появляются неожиданные задачи, куда деньги приходится тратить. Ну и будем вести тем не менее претензионную работу и стараться все-таки как-то эту тему решить. А есть какие-то механизмы влияния на самого, скажем так, руководителя, а не на юрлицу? Ну там есть, но они ограничены. Есть. Просто наше законодательство оно гуманное и тут есть понимание найдут, не найдут шансы. Орлов да, в данном случае написали заявление в правоохранительные органы по этой ситуации. Какого будет итог, конечно, я не могу предсказать, это всегда сложно предсказать, но наша задача детский сад привести в надлежащее состояние, и чтобы дети там у нас учились в безопасных условиях. Алексей Викторович, я там собиралась на пресс-конференцию, я спросила своих коллег, что их интересует, вот наиболее острые вопросы и числе прочих был такой вопрос, сейчас зима никак не приходит у нас, да, то теперь, то. Ну это, конечно, не к вам претензия. Почему? И на то, спасибо, да? Сейчас творится и появились огромные ямы, выборы и так далее. Вот не может быть такое, что в погодном условии тут ямочный какой-то минимальный ремонт, может быть, на дороге, вот, да. Например, с нового моста когда съезжаешь, на Музруково, говорят, там просто какая-то горшковичная яма. Но ее уже второй раз заделывают, ее заделывали позавчера и вчера должны были заделывать. Я, смотрите, как, конечно, вот этот вот перепад температуры, да, плюс один, минус один, он, конечно, приводит сразу к тому, что вода спучивает, асфальт, ямы появляются и нам нужно будет это все заделывать. Это, то есть, там определенные технологии циклов, но это надо будет делать. Во всяком случае, показывать и ограничивать, что яма есть, чтобы люди, перезвоню тебе, чуть погодя, перезвоню. То есть, здесь мы не можем вот, все время это жалостетовать на две беды, дороги, дураки, мы должны все-таки по ямам отрабатывать. Что касается посыпки, вот, это как раз та ситуация, где мы видим слабость нашего исполнителя. Объяснение, вот, временно исполняющего обязанностей директора, что всего две газельки, которые могут всыпать на тротуары песок. Но вот мне это неинтересно объяснение. Если есть контракт на содержание, значит, надо, соответственно, либо у кого-то арендовать технику, либо что-то, но обеспечить, соответственно, посыпку всех участков, по которым ходят люди. Кроме того, есть чудеса с ГЛОНАС-трекерами. Мы же специально на Омном Сарове, значит, поставили ситуацию на контроль по механизированной уборке улиц. И все механизмы, все автомобили, которые задействованы в уборке, оснастила ТКС за счет себя там ГЛОНАС-трекерами. А это самое, сотрудники берут и отключают его. И говорят нам, что столько-то машин вышло, а на Омном Сарове их не видно. Сейчас ведем эту разборку и в конце концов придем к ситуации, что будем очень жестко наказывать тех, кто позволяет все такие вещи делать. Вопрос с платным участком дороги за четвертом год. там как-то что-то... А с платным ты, Мишка, гаишник? За штраф-то проехать можно? Ну, смотрите, как, дороги там нету официально, да? Вот, поэтому вас не за штраф оштрафовать, вас могут развернуть, не пустить. Ну, там кирпич я понимаю, но дороги нет. Его, говорит, развернули так, чтобы нельзя было видно. Дороги нет. Поэтому... А, так можно протестовать эти штрафы? Да, на дороге нет. А, это считается как будто мы с дорожью шпанировали. Но это, я так, это может быть шутка, на самом деле, смотрите, как я вот уже рассказывал, какие действия мы предприняли. Дорога это не наша, дорога это значит, гуадовская и они обеспечивают ее эксплуатацию и содержание. Они не смогли своевременно принять эту эксплуатацию, дорогу в эксплуатацию, потому что у них не решен вопрос с трансгазом по вот этой вот по участку дороги, которая проходит над газопроводом. Там, по условиям приемки нужно было тоже вот в проектную документацию получить разрешение на нее в трансгазе там, что-то еще получить и в итоге вот эта ситуация у них сегодня будет решена в апреле месяце, как было обещано на совещании у главного федерального инспектора. И это совещание по моей просьбе организовали, неиспалыч москвин в этом очень сильно поучаствовал и договорились с гуадом и минтранцем ежегородским, что они сегодня дорогу разделят на два участка. один участок это от КП до газопровода и после газопровода до Кременок, который построен и может быть сдан. И они его ставят на кадастровый учет и вводят в эксплуатацию и содержат. Так только они ввели в эксплуатацию и сразу содержат. А второе вот этот над газопроводом они его делают как до момента получения разрешения как стройплощадку с организацией временного безопасного проезда по стройплощадке. То есть это такие вот ухищрения как-то вообще как было обещано вот сейчас до Нового года они должны вот эту всю бумажную часть сделать как это модно дорожная карта была написана по части кадастрового учета и содержания а значит участок который над газопроводом вот его обещали в апреле сделать то есть в апреле его закончить бумажные все процедуры и принять в эксплуатацию а с чем там проблем там сам газопровод построили или что работ там не видно с газопроводом там еще тоже замечательная история значит работы по газопроводу выполняла как утверждается организация которая на то не имела полноценной лицензии или как-то вот что-то в итоге они положили новые трубы они сделали над трубами бетонную перемычку они засыпали ее щеблем вроде все правильно но поскольку у них не было правильной лицензии трансгаз не может переключить газ составе трубы на новую трубу вот эти вот чудеса на ровном месте казалось бы все есть трубы закопаны все сварено но поскольку газ все-таки субстанция такая опасная здесь никто и надзорные органы не хотят здесь подставляться ситуация контролирует ее все там получилось не совсем легко но во всяком случае нам твердо обещали что в апреле вся дорога будет приведена поставлена на учет и принята в эксплуатацию а до нового года обещали все-таки что эти два участка за исключением 120 метров они будут приняты то есть после нового года можно быть ну я надеюсь конечно надеюсь потому что было со стороны областного правительства участвовал в разговоре в совещании Сергей Морозов он по своим подчиненным поставил задачу жесткую он сказал я не как не интересует чем вы там будете чистить хоть все выходите лопатами чистите дорога построена ее нужно соответственно людям дать поэтому вперед из песни ну вот я вам цитирую буквально его слова это как раз и радует потому что поддержка областного правительства в этом вопросе для нас является ключевой дорога это их не наша насчет восьмого сада то есть будут какие-то ремонтные работы у нас дети ну мы их на время ремонтных работ переведем это видимо два месяца займет у нас в летние периоды то есть мы будем предусматривать деньги в бюджете разрабатывать соответственно документацию на этот ремонт там речь идет о перегородках которые пешкомнатные которые рушатся ну будем приводить все в самое нормальное состояние было опасение что там из-за значит притока дождевой воды идет подмыв фундамента и проседание бетонной плиты экспертиза этого не обнаружила то есть в этом смысле значит таких опасений у нас нет но точно там немножко надо будет спрофилировать и гарантированно вести воду это надо будет потому что 10 школе именно из-за вот столько воды под фундамент все эти вот проблемы с разрушением здания не начались ну да здесь по моему тоже мне вот департамент образования написал как они ну здесь я полагаюсь на их говорить что выделять деньги из бюджета а это еще не гарантийный случай то есть они кому предъявить то человеку можно условно посадить а по гарантии изыскать с него нельзя беда такая а какие санкции будут применены я сказал мы написали заявление правоохранительные органы что что в рамках закона возможно естественно должно быть применено я считаю это не порядок но вот факт остается фактом что два с половиной миллиона рублей они не заплатили депо за выполненные работы и исчезли то была крупная фирма там весь город строила ремонтировала тут указ в момент остался один экскаватор и и больше никого я здесь не вижу уточнить на второй повод детскому саду я помню да да по другим садиком на время ремонта завершается там практически уже там остались минимальные какие-то взаимоотношения с исполнителями есть опасения поскольку садик ремонт крыши делали в в августе месяц когда лили сильные дожди и там утеплитель набирал воду и долго боролись с протечками то есть начинала выступать везде вода это очень сильно затянуло сроки есть опасения что где-то протечки могут такие вот выплывать появляться по хорошему должны закончить до нового года но будем наблюдать за зданием и будем по гарантийным обязательствам все эти вещи устранять там с подрядчиком нет там нормальный подрядчик тоже учимся на своих ошибках хотя просто это у меня отзывается мне ребенок десятую ходит и сейчас вот в седьмой что и 44 сад тоже нет ну мало ли раз живем в том районе в любом случае смотрите все сигналы обращения родителей сразу будем рассматривать и будем анализировать и требовать исполнителя работы при ведении в соответствии для нас комфорт и безопасность детей превыше всего по поводу локации конечно это кому где нравится это надо спрашивать людей но когда изначально мы занимались поиском средств и обсуждали этот вопрос на уровне полпреда обязательства были принимались такие что до момента пуска в эксплуатацию новой поликлиники со старой ничего происходить не будет это было понятно как с мостом тоже пока мост не будет открыт проезд из монастыр не будет закрыт потому что в противном случае возникает временное неудобство которое всех раздражает если сегодня руководство клинической больницы в бывшие здания физиолечебницы создало все условия лучше чем в детской поликлинике и этот объект ближе к городу но вроде тогда какая-то логика может появиться но это должны как бы заключение делать родители до которые ходят что да этот это так это удобно нам ближе раз и там есть все условия там игровые комнаты отремонтированы помещения там и сохраняется физио лечение и сохраняется прием специалистов здесь вот я считаю схожу из чего если о чем-то договорились то надо исполнять то что договорились если меняются договоренности то нужно мотивировать и передоговариваться нас на том что всех это устраивает то что ну договоренности штука цены даже если это были устные договоренности все равно в противном случае что-то разговаривали все договаривались то есть вот как то так ну в итоге будет принимать конечно же клиническая больница и руководство fmba то есть мы данном случае участвую в этом процессе мы обращаемся руководство клинической больницы fmba и росатом и область на основе позиции граждан а если жители дам высказывать свои опасения то мы либо значит обращаясь снимаем эти опасения нам подтверждают что все будет хорошо либо тогда говорим что тут есть угроза качество и доступности медицинской помощи и просьба этот вопрос проработать более детально ну вот именно в том смысле что мы можем обращаться к водителю fmba к руководству госкооперации русатом и к областного кого то есть в этом смысле да потому что для нас с вами важно социально экономической социально-политической спокойствия на территории это вот прямая наша обязанность качестве доступность медицинской помощи это то о чем говорит владимир владимирович постоянно и вот те ошибки которые в прошлые периоды там накрутили даст оптимизации не должны повторяться но мы хотя бы когда-то должны учиться все-таки просчитывать свои шаги и понимать последствия которые там от неправильно принятых решений возникают наша тебе-то где лучше старые вот перей чтобы она переехала или осталась помоги у локации конечно мне просто интересно у кого это спрашивали вот партии чьи подписи были собраны поймите значит вот партийная история сбор подписей это вещи всегда такие немножко условные я бы от этого отходил бы мы же не собираемся политизировать этот вопрос мы хотим проблему утверждать что более 600 подписей собрали то есть это 600 горожан с детьми которые были против переезда но смотрите как вот у нас в свое время была была эпопея сбора подписей то ли то ли солью за перенос вокзал и как это происходило стояли несколько людей вот и торгового центра и там вот вот подпишитесь мы вам дали флайер подписались дали флайер по тем подписались не смотрели набрали 15 тысяч подписей отправили госкорпорацию русатом и всех эти тем напугали то есть я все-таки скажу из мы же не шоу должны сделать мы должны как бы проблему решить если геолокации удобная и доказано что там есть все функции сохраняются в новом месте тогда проблем нет потому что сегодня но идти получается вот в детскую поликлинику через монастырской площади и через проспект мира дальше здесь прямо автобусная остановка правильно а там надо идти дальше вот в этом с точки зрения ну давайте рационально взвесим разумно и если вы перенести но музей вот буквально сегодня тема тоже мы говорили что да нужно строить новые здания музея там нет таких мероприятий под которые можно подвести строительство музея то есть мы под тематику не попадаем каждый раз деньги выделяется на вполне определенных условиях но мы этой темы занимаемся и вот по оценке если делать хорошие современные здания с конгрессно-выставочным залом с музейным комплексом там с каким-то вот ну типа планетария да что то такое вот это должно быть очень красиво интересное здание городское сити холл называется но она может стоить там до миллиарда рублей примерно как фок именно потому что вместе с оборудованием потому что оно должно выполнять такие большое число функций и у нас сегодня такого здания нет вы видите что там концерт киркорова проводим на ледовой арене в театре мы можем проводить только театральные постановки а вот место где мы можем провести какое-то мероприятие с большим числом людей его нет два дворец молодежи при всем уважении конечно здание которое требует существенной переделки перестройки там с разных точек зрения в крыше эти самые птицы селятся везде там летают между стекол между рам оно большое по помещению танцпол хороший да но вот по качеству конечно уже это прошлый век в связи с изменением маршрута автобус номер три какие-то карманы будут созданы ближайшее будущее для заведения автобуса потому что если автобусе александровича устанавливать на этом орке он прикрывает полностью движение ну давайте вот что нам надо с вами просто тогда такое предложение написать вот например раз устану остановка вот там как раз 3 маршрут и остановка около авангарда это было требование ветеранов они писали много писем в разной инстанции в итоге внук нашли такой вариант решения и став карман не хватает карман это невеликие деньги сделаем около поликлиники 1 мы будем делать остановку по требованию и там соответственно будет в летнее время проводится работа с заездом туда сейчас газон и автобусы будут просто удобно уходить нужно остановиться возле поликлиники автобус подходит ближе к поликлинике и люди спокойно туда идут так что если есть такая такая потребность давайте предложение жду и проработаем там не только на александрович вот проехали то есть у православной гимназии тоже там особо нет никакого кармана потом когда он выезжает на харитон и сквера там тоже буквально напротив православные вещи на обратном пути он где-то около помойки останавливается короче смотрите как эти вещи которыми мы можем совершенно спокойно варьировать и главное сказать где вот это место оно удобно потому что остановки мы создаем на основе там вот этой безопасности дорожного движения там и доступности к объекту куда идти последний вопрос а в связи с ремонтом лыжной базы планируется обязательно мы с вами должны и не мы с вами смотрите как должны сделать мы сейчас должны вот завершить установку всех типов на форум там они завершаются после этого мы должны привести в порядок вот там где ходила техника поскольку земля подмерзла то мы договорились засыпать песком и уже на песок будет ложиться с ним и после это начнем укатывать поэтому милые мемориал без без вопросов это однозначно но я вчера задавал вопрос седовым значит когда вручал награды как вам самим то нравится потому что для меня они главные оценщики они специалисты в этом вырастили чемпионов мира они говорят с горящими глазами здорово мы ведь 10 лет готовы терпеть ну лишь бы делайте еще нам то есть мы на правильном пути но вот беда с нашим подрядчиком она конечно нас по срокам сдвинула так бы уже можно было кататься должны сдать что он сейчас производится такие работы но и не страшно смотри как газон сей мы не 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 нет это газон не не сели нет там часть саженцев посадили вот елки когда это можно было а те которые нельзя и просто брали на хранение в депе и высадят в апреле значит асфальт положили при температуре когда было где-то 2-3 градуса минус асфальт можно до 8 градусов минуса класть но мы сделали все раньше с асфальтом плитку можно и брусчатку можно укладывать ну строго говоря да там минус 10 минус 12 но мы вот благодаря этой погоде умудряем сейчас это все делать бетон заливка ступени лестницы идет сейчас тоже надлежащим образом входная группа которую вы видите ее закрыли ее постоянно греют чтобы штукатурка высохла чтобы потом на нее можно было нанести уже и покрытие и плитку поклеить и все что отвалится заставили делать нет в данном случае вот я понимаю что нас обязательно грехи будут где-то уйдут плитки потому что если песок там был мокрый он замерз плитка легла плохо там будет смещение но это будем все делать и в апреле будем заниматься благоустройством подселом травы там везде где землю навозили и предложим уже нашим бизнесменам свои площадки смотреть здесь как бы